Музыка Очень мягко, без силы То есть мы силу не применяем Мы применяем естественное вытяжение тела Все, где вы в мышцах Вернее, силу можно применять только в мышцах Все, где мы работаем не в мышцах Мы там не силу применяем Мы там применяем наоборот Делаем выдох вдох 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 Назад Расслабили спину И выдох Вернулись Еще несколько раз Вдох Чувствуете на внутренней поверхности Очень, очень, очень как-то начало Очень сильно Трудишься А то все не приходит А потом Начинаешь делать расслабленно И оно как будто само решается Вперед начинаем подводиться Вот этому тоже учит йога К тому, чтобы через жизнь двигаться В более мягком восприятии В более мягком восприятии Что-то Добрый вечер В эфире программа призвания Осознанность Чистый разум Крепкое здоровье Раскрытие творческого Энергетического потенциала Нахождение своего места в этой жизни И много других очень важных вопросов Раскрывает нам современная йога Занятия по ней И именно по этим актуальным вопросам Мы сегодня поговорим С опытным тренером по йоге Александром Кулумбековым Здравствуйте, Александр! Рада вас видеть на нашей программе И скажите, пожалуйста Вообще, как вы появились в Южной Осетии? Я знаю, что какой-то период Вы жили за пределами Но родились здесь И что вас подвигло вернуться И открыть здесь Достаточно плодотворно Своё направление йоги Начну с того, что я не единственный И есть ещё преподаватель йоги в Цхинвале Могу только сказать, что я был первым Кто в 2011 году её здесь начал преподавать И это было диковинно немного Не очень много людей интересовалось И не очень я её тогда популяризировал На телевидении Там нигде рекламу ничего не давал А сейчас хочется, чтобы побольше людей узнали Потому что вижу, что это актуально Особенно после событий 2020 года Я вот первый раз приехал Увидел, что у многих людей со здоровьем появились Даже у кого не было, появились трудности А я помимо йоги Много углубляюсь И интересуюсь другими Разными системами оздоровления Связанными и с питанием И с ритмом жизни С режимом Поэтому, ну, йога это основное направление Но вместе с ними я много ещё чего практикую и интересуюсь Ну, если сравнивать 2011 год Когда вы начинали только практиковать йогу И сейчас То, конечно, за эти 11-12 лет Очень многое поменялось в нашей молодой республике И тогда был послевоенный город И, конечно, и учитывать менталитет Особенности менталитета И сейчас То есть, что поменялось И адаптирован ли наш житель К этому виду спорта Ну, я могу сравнить с 2011 годом В том плане, что Тогда это был ещё разрушенный город У нас все улицы были перекопаны Люди были в сильно депрессивном состоянии Которое, ну, на меня тоже влияло И, кстати, йога тогда очень помогла адаптироваться Я, получается, с 13 лет не жил в Южной Осетии И приехал, когда мне было 30 И вот благодаря практике йоги Благодаря тому, что она помогает стабилизировать эмоциональный фон Нервы успокоить Получилось адаптироваться Потому что было трудно, на самом деле Я очень хорошо это помню И в плане инфраструктуры Вот сейчас есть Олимп Где есть оборудованный зал Тогда с этим было намного труднее Я чуть ли не каждые 2-3 месяца менял школу Я в основном в школах искал Ну, такие маленькие небольшие залы И сейчас, слава Богу, что поспокойнее Есть, конечно, свои трудности Больше уже с физическим здоровьем Но, в принципе, благосостояние народа сейчас лучше Общая обстановка в республике тоже более стабильная Ну, остальное все решаемо А скажите, пожалуйста, есть очень много направлений в йоге Но вы на чем специализируетесь на данный момент? Сейчас, когда я прихожу в зал Я настраиваюсь на состояние, в котором приходят те, кто занимается И мы с ними общаемся Мы с ними выясняем, какой запрос у тех, кто пришел на занятия И в зависимости от этого, собственно, я подстраиваю практику Прямо сейчас основной фокус, который был избран Это здоровье позвоночника Вот до того, как позвоночник будет стройный, крепкий, гибкий и без болей Обо всем остальном трудно говорить И поэтому мы, наверное, еще ближайшие полгода Это такие практики для, в основном, новичков И они будут направлены, это называется, йога-терапия Йога-терапия или корректная работа с позвоночником И я знаю, что очень у многих есть эти проблемы Которые зачастую пытаются решить с помощью таблеток, массажа Поездок куда-нибудь на реабилитацию Массаж — это временная мера Которая, чтобы была эффективна, надо ее минимум два раза в неделю делать И еще дополнить ее укрепляющими движениями для спины И тогда все будет хорошо А здесь мы на занятиях и то, и другое делаем сразу И это три раза в неделю И если... Ну, я плюс еще даю рекомендации, что делать дома Самые простые упражнения Если сделать это ежедневным, то все Где-то полгода, максимум год Надо, чтобы спина уже чувствовала себя свободно и легко Начинаем легкие прогибы Так, чтобы ощущать не зажатие в спине, а полное расслабление То есть мы двигаемся в той амплитуде, которая максимально комфортна Чтобы спина не сопротивлялась Когда вы начинаете чувствовать сопротивление спины То это создает эффект еще большего отдаления, расслабления этих мышц А когда мы двигаемся абсолютно легко, без напряжения Мышцы начинают проникать вдох Есть такое выражение, что когда ученик готов То появляется учитель И, скорее всего, нужно просто какая-то внутренняя готовность Или желание, решимость на то, чтобы сделать свое внутреннее состояние лучше Потому что то, чем любой человек практически в жизни занимается В плане улучшения своей жизни Сфокусировано на внешний контур Улучшить жилищные условия Хорошо одеться, хорошо питаться Получше машину Побольше зарплату Бизнес расширить Все направлено на то, чтобы внешнюю свою реальность сделать так, чтобы было хорошо Я наблюдаю, что этого недостаточно Что если у человека где-то внутри нет такого внутреннего центра спокойствия И изнутри равновесного отношения к жизни То любые внешние атрибуты Они до конца не удовлетворят ту потребность, которая исходит как раз оттуда И в этом плане йога, любая другая духовная практика Направленная на разворачивание внимания, на внутренние ощущения Она создает как раз состояние, которое без внешних обстоятельств создает удовлетворение И на мой взгляд это важно, потому что работая и живя из состояния удовлетворения Остальное все, что нужно, оно приходит потихоньку само в жизнь И все-таки скажите, вот вы занимались довольно разными профессиями в жизни И что вас остановило на йоге и что вам на сегодняшний день это приносит? Да, конечно были Я изначально вообще работал в компьютерной отрасли Был сборщиком, был менеджером в компьютерном магазине Заведовал складом, ну в общем много очень Оно само, оно само нашло И просто в какой-то момент я случайно, как и все, как и многие попал на занятия И на занятии появилось совсем другое ощущение реальности Что можно в этом мире жить по-другому Плюс я тогда был сильно в дефиците энергетическом То есть мне тяжело было даже до обеда доработать и не устать Я с утра просыпался, я уже был уставшим Ну такая молодость была бурная И йога помогла вот этот энергетический ресурс Сбалансировать и сделать так, чтобы с утра до вечера быть на высокой энергии Плюс еще скорость процессов стала намного выше Потому что если я раньше работу делал, растягивал ее на весь день Когда энергии появилось много, работа как-то сама за два часа делалась Я не знал, чем дальше заняться В итоге я уволился и через полгода мы с друзьями открыли в Мытищах в Подмосковье студию йоги Александр, человек, который занимается йогой, он, конечно, постоянно самосовершенствуется Обогащает свои знания Наверняка вы тоже выезжаете к своим тренерам Где вы получаете дополнительные знания Как только останавливается развитие, начинается, как и в любом деле, деградация И поэтому в любом направлении, чем бы человек ни занимался Независимо от того, йога это или что Как только есть ощущение, что я уже чего-то достиг, какого-то потолка Это сигнал о том, что я начинаю деградировать И я каждый год стараюсь выезжать к своим учителям, с которыми начинал заниматься И к тем, которых еще не знаю Потому что без этого стагнация происходит и не идет расширение Ну, понятное дело, Александр, что занятия по йоге всех проблем не решат И человек, спасибо вам, конечно, за то, что вы нам дали сегодня даже те инструкции Которые помогут, я думаю, нашим зрителям Но все равно в нашем быстро меняющемся непростом мире Как-то надо научиться поддерживать баланс И вот вы сами каких придерживаетесь методик И чтобы вы посоветовали нашим зрителям Хочу это объяснить простым языком, чтобы было понятно Потому что если я сейчас начну разговаривать про вибрации, это может быть непонятно Но на простом языке, скажем так, человечество, если взять целый мир Оно пришло в какой-то такой цивилизационный тупик То есть куда дальше развиваться, непонятно Раньше можно было открывать новые континенты, что-то в науке Сейчас самая большая проблема, как избавиться от мусора на планете По большому счету, да? То есть мы в 21 веке живем И наша самая большая проблема, как перестать мусорить Как засорять нашу планету и как перестать вырубать леса и так далее И на данный момент, опять же, чтобы не говорить о вибрациях Самая большая, наверное, задача человека Это снова научиться взаимодействовать с природой так, чтобы природа в какой-то момент не уничтожила его Потому что бесконечно эксплуатировать мы ее не сможем Это наша среда обитания Ну вот где-то, видимо, произошло заблуждение И сейчас Земля сама создает процессы, чтобы человека пробудить Вот говорили, что в 20-м году вирус, который был, был искусственный Мне не важно, искусственный он был или естественный Но этот сам факт, этот и сам процесс Должен был заставить любого человека на этой Земле Задуматься о том, какие мы хрупкие по отношению к тому, что происходит в природе Ну просто я сам им переболел И я понимал, насколько это сильное воздействие И в основном сейчас у людей иммунитет же слабый И немножечко в природе что-то поколебется И большинство не выдержат Выдержат те, кто занимается своим здоровьем Вот поэтому это сейчас глобально актуально Поэтому столько учителей Но это я еще не говорю про духовность Потому что здесь тоже много очень вопросов Не углубляясь туда, просто можно сказать, что почти все войны происходят Ну не почти все, а большинство войн происходит на религиозной почве Вот если там посмотреть Причем искусственно, да, искусственно нагнетают Искусственно вот это все А потом это перетекает в ненависть между нациями и между народами Между приверженцами тех или иных конфессий И в плане духовности нужна тоже большая работа Воспитательно-образовательная, что ли, понимательная И в этом плане что я хочу про йогу сказать Вот у нас есть такое предположение, что это чуждая нам культура А я часто об этом говорю Просто на телевидении ни разу не говорил Что когда-то я в фейсбуке познакомился с одной женщиной У которой фотография была, ну она была осетинка Но фотография у нее была немного такой в индийском наряде Я говорю, почему? А у нее дочка вышла замуж за сикха Это северная Индия И как раз их направление йоги я в основном практикую Там тоже много разных видов И у нее дочка вышла замуж за сикха Она поехала к ним в гости и спекла три пирога Принесла их за стол Сидела она рядом с отцом жениха И он ее спросил, а вы что, говорит, изучали нашу культуру? То есть у них то же самое Она говорит, в нашей культуре то же самое А он оказался историк И он рассказал, откуда у них традиция к ним пришла И он рассказал, что традиция пришла к ним вместе с Александром Македонским Когда его экспансия была на Индию У него были отряды, специализирующиеся на горных местностях А сикхи, они как раз живут в Пенджабе Это север Индии, там ближе к Гималаям горы И он сказал, что вот эти отряды Они там установили свой протекторат И научили их традиции А называли они себя потомками ариев И были с горных районов, откуда пришел Македонский По моему предположению, чисто из логики, они были с Кавказа И когда я занимался национальными танцами нашими В некоторых элементах горского танца И еще каких-то были прям точные копии асан-йоги Это первое Второе, язык У нас очень похож счет Язык, многие слова Само слово йога, это соединять Йога, юга Есть направление аштанга-йога Ошт, ванга, юга Соединять шесть И это дословный перевод То есть традиция туда пришла отсюда Вот так вот Поэтому для меня это абсолютно не чуждо И когда я прошел свой первый учительский тренинг в 2011 году Проезжая наши святые места Я чувствовал, как у меня по позвоночнику просто так энергия снизу вверх идет к макушке И только там Я думал случайность Но это происходило везде Поэтому с точки зрения познания духовности Йога не религия Она не призывает к кому-то конкретному поклоняться Я до сих пор в нашей традиции еще больше глубже ухожу И лучше их чувствую А йога просто помогает улучшить чувствительность Горы это еще одна моя страсть Особенно я люблю горы, которые на нашей территории находятся И больше всего я пока еще мало ходил, но больше всего я все равно ходил у нас И в горах я чувствую вот это вот отключение от социально-цифрового мира, в котором мы находимся От потока информации, переключаясь в тишину И это очень хорошо перезаряжает Плюс у нас очень такие места заряженные Энергетические У нас куда ни пойди Везде святые места И поэтому Да, вот так я Лучше всего я так отдыхаю Ну что ж, спасибо вам большое за такое интересное интервью И я вам пожелаю прежде всего здоровья, гармонии И побольше благодарных посетителей Это была программа призвания До новых встреч ровно через неделю Это комплекс, который можно найти на ютубе Называется крокодил И для поясницы, для в принципе такого легкого воздействия на позвоночник Пока ничего лучше не придумали Более того, у него есть Этот Нету противопоказаний по грыжам там и по труде Ну и первое Затем Затем Ага Затем Затем Затем